В эфире телеканал ОПС информационная программа «Панорама Севера» в студии Денис Куклин. Здравствуйте! Сегодня в Архангельске прошла пресс-конференция, посвященная вопросам безопасности пребывания взрослых и детей на реках и озерах региона. Разговор с журналистами начался с неутешительной статистики. С начала 2014 года в Поморье произошло 36 происшествий на воде. Подробности в материале Виктора Кузнецова. Из 32 погибших на воде с начала этого года пятеро детей, что вызывает особую заботчинность как службы МЧС, так и правительства области. Скорбная статистика в осенне-весенний период связана с авантюризмом рыбаков. В этом году ледоход оказался ранним и быстрым, что не учли многие любители подлёбного улова. Очень многое зависит от самих людей. Именно человеческий фактор приводит к трагическим случаям. Это показали и краснобурские события, когда три рыбака, уже вскрывается река, уже полыньи есть, они выходят на лёд и все трое пропадают без вести. До сих пор тела их не найдены. Позднее злую шутку сыграла тёплая погода на юге области. Температура воздуха в конце мая в Вельском, Котловском районах поднималась почти до 30 градусов. Вода между тем оставалась холодной – 10-15 градусов. Перенести такие перепады оказалось под силу не каждому организму, тем более в нетрезвом состоянии. Зачастую человек имеет какую-то степень опьянения, и это тоже накладывает свой отпечаток. Поэтому мы и говорим о том, что взрослые люди, те, которые должны отвечать за себя и отвечать за детей, которые находятся вместе с ними, они в первую очередь должны свою собственную культуру поведения у себя формировать и соблюдать элементарные меры безопасности. Об этом уж можно позаботиться троекратно, но если человек не контролирует себя, то трудно его от чего-то уберечь. С 19 по 25 мая в области утонуло 8 человек. По статистике, 40% гибнет на воде в местах, не оборудованных и запрещенных для купания. В связи с чем, муниципалитетам рекомендовано создавать как можно больше мест массового отдыха с организацией постов спасателей. До официального открытия купального сезона необходимо проводить патрулирование и профилактику среди отдыхающих. С 18 июня по распоряжению губернатора области в Поморье будет проведен месячник безопасности для людей на водных объектах. Виктор Кунецов, Ольга Красулина, Руслан Симушин, Панарма Севера. В рамках празднования для России в Архангельске пройдут Дни армянской культуры. 12 июня будет приурочен целый ряд мероприятий. Состоится даже футбольный матч. Какие встречи нас ожидают? В материале Елены Матвеевой. Бар Эвдзес. По-армянски здравствуйте. Эту приветствие будет разноситься по Архангельску 10 и 11 июня. В рамках 6-го северного межнационального форума в Поморской столице пройдут Дни армянской культуры. Почетными гостями станут генеральный консул Армении в Санкт-Петербурге и делегация ВАЁЦ Зорской области республики. В знак духовного единства русских и армян у Успенского храма будет открыт памятный крест-камень Хачкар. Это делали армянские мастера в Армении 10-го числа. Утром будет установлен этот памятник, то есть знак дружбы двух народов. Почетные гости встретятся с губернатором области и примут участие в работе Северного межнационального форума. Его открытие пройдет 10 июня в Театре драмы. Мы посвящаем непосредственно этот Северный межнациональный форум тому, что в этом году мы приняли совсем недавно региональную стратегию государственной национальной политики в Архангельской области до 2025 года. То есть мы обсуждать будем как раз эти направления деятельности, что делается в Архангельской области по этой стратегии. А 11 июня на стадионе Труд пройдет товарищеский матч между командами Армении и правительством Архангельской области. Дружеская игра откроет традиционный турнир по мини-футболу «Согласие». В нем примут участие команды восьми стран. В частности Армения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Россия, Индия, Нигерия. В целом турнир обещает стать ярким событием. Мы приглашаем и детишек, и взрослых жителей поболеть за команды стран. Безусловно, самое главное – это подтверждение дружбы. Россия, Армения – руку на дружбу. Руку на дружбу каждой нации, желающей жить в мире. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Руслан Симушин, Панорама Севера. Сегодня работникам социальной сферы вручали награды. На встрече назвали имена победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания». День социального работника отмечается в России ежегодно 8 июня. Приурочен он к указу Петра I более 300 лет назад, согласно которому в богодельник для 10 человек больных должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил. Служение этих людей и стало прообразом будущей государственной системы социальной защиты в нашей стране. Зрелость государства подтверждается способностям этого государства оказать помощь нуждающимся. Именно поэтому ваш труд является не просто формулировкой «социальная помощь» и неким набором должностных обязательств. Ваш труд – это высокий государственный и человеческий долг. Игорь Орлов вручил почетные грамоты и благодарности лучшим сотрудникам социальных учреждений региона. Среди них и заведующие отделениями раннего вмешательства и альтернативной коммуникации опорно-экспериментального центра для детей с ограниченными возможностями Ольга Аксенова. Вместе с коллективом единомышленников она помогает малышам с нарушениями в развитии, преодолевать трудности в становлении. Ты на такой работе не один. Во-первых, сила в том, что ты работаешь с целой командой людей, которые также способны дарить добро. Это такая профессия, которая помогает дарить радость, дарить надежду, быть человеком. Диплом победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» стал еще одной наградой для Ольги Аксеновой. Так же, как и для ее коллег по призванию из Северодвинска и Приморского района. Критер Кузнецов, Ольга Харасулина, Панорама Севера. Ямы и дороги. Эти два слова стали почти синонимами. Чтобы исправить ситуацию, с мая в Архангельске продолжается ремонт дорожного полотна. Техника работает во всех округах и уже есть улучшения. Как идет ремонт в Октябрьском округе в нашем следующем сюжете. На проспекте Ломоносова участок от улицы Комсомольской до улицы Суворова работает техника предприятия «Архкомпорс». Специалисты проводят фрезерование поврежденных зон дорожного полотна. Занимаемся фрезеровкой, подготовкой и затем, естественно, асфальтировкой. Еще также на участках Теснанова-Бадигина, Сибиряковцев, космонавтов. На проспекте Ломоносова специалисты планируют заасфальтировать больше 20 ям. В списке адресов дорожного ремонта значатся и другие проблемные точки. На этой неделе начнутся работы и на пересечении проспекта Ломоносова с улицы Гагарина. Этот участок, пожалуй, самый проблемный в городе на сегодня. Замены здесь требуют 300 квадратных метров дорожного полотна. Из-за большого транспортного потока этот участок улицы Гагарина пришел в негодность. А последний раз работы по укладке асфальта проходили здесь три года назад. Всего на решение дорожного вопроса муниципалитет выделил более 100 миллионов рублей. В планах дорожников замена бортовых камней на улице Поморской, а также наведение порядка на придорожной территории. Артемий Заварзин, Сергей Минин, Панорама Севера. Наркомания и алкоголизм в среде молодежи. Проблема, которая очень актуальна в наше время. Справиться с ней в одиночку под силу единицам. Как эффективнее противостоять порокам общества, обсуждали сегодня на заседании комиссии по профилактике и ограничению распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании. Работу по профилактике и распространению наркомании, в том числе среди несовершеннолетних, ведется в тесном взаимодействии мэрии Архангельска и правоохранительных органов. В первом квартале текущего года проведено 76 специальных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе 9 экскурсий, 3 конкурса, 7 спортивных мероприятий, ну и прочее. В помещениях территориальных отделов полиции МВД России размещены сведения о номерах телефонов доверия правоохранительных органов. Профилактику распространения психоактивных веществ в Архангельске ведут и молодежные организации. Всего их 15. Особых успехов достигло движение «Буревестник». Около ста волонтеров организации еженедельно проводят мероприятия во всех округах города. Еженедельно выходят на пробежки по различным маршрутам, организуют игротеки. В организации сформирован годовой план мероприятий, в который входят молодежные и спортивные праздники. Но вот выше своего предела серсийская акция своими силами, и вот недавно на 9 мая состоялась акция «Рекорд победы». Бить рекорды профилактики употребления психотропных веществ сегодня мешают несколько факторов. Один из них – отсутствие активной работы молодежных советов округов, а также системного взаимодействия организаций между собой. Как отметила председатель комиссии Ирина Орлова, профилактическая работа среди подростков должна носить комплексный характер, особенно летом. Нашими партнерами здесь выступает молодежное объединение и детская организация «Юность Архангельска». И в наших досуговых центрах мы организуем разовые мероприятия для школьников, отдыхающих в городе Архангельске. Ну и, конечно же, еще раз обращаем внимание родителей на то, что есть возможность отправить ребенка в загородный лагерь, есть возможность отправить ребенка в экспедицию, в поход, и, конечно же, устроить своего ребенка в лагерь с дневным пребыванием. Итоги профилактической работы в летние месяцы члены межведомственной комиссии обсудят уже в сентябре. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Новости короткой строкой. В составе Общественной палаты России появился представитель Архангельской области. По результатам выборов в регионе им стал Петр Орлов. Первое заседание новой палаты пройдет в 20-х числах июня. Орлов будет участвовать в работе двух комиссий по ЖКХ и по культуре. На официальном сайте команды Суперлиги «Водник» завершилось голосование по эмблеме 90-летия одного из брендов «Поморья». На суд общественности было выставлено четыре варианта. Только в заключительный день голосования определился его победитель. Итоговый вариант будет выставлен на утверждение Оргкомитета по подготовке и празднованию 90-летия команды «Водник», заседание которого пройдет в самое ближайшее время. В Поморской филармонии проходит летняя акция вдвоем по одному билету. Она распространяется на все концерты, которые пройдут в камерном зале филармонии до 18 июня. Это выступления музыкантов из Финляндии, Москвы, Санкт-Петербурга и архангельских артистов. В Музее изобразительных искусств состоялось подведение итогов восьмого городского фотоконкурса «Мир моей семьи». Выставка этого года стала самой масштабной. На ней представлено 600 семейных фотографий в номинациях. «Нам хорошо вместе», «Я поведу тебя в музей», «Зверьё моё», «Семейные традиции», «Счастье в детях», «Олимпийцы среди нас», «Вместе с папой» и «Работа ладится». Сегодня во всём мире отмечается День невинных детей, жертв агрессии. В нашей ежедневной рубрике «Вопрос дня» корреспондент телеканала ПС Фаина Шульгина спрашивала у жителей города, от кого или от чего сегодня нужно защищать детей. Я считаю, что детей нужно оградить от мультфильмов, которые жестокие показывают насилие, убийство там, от фильмов, чтобы дети не смотрели взрослые фильмы. И мультики только хорошие, добрые, которые учат доброте детишек. Можно убить и ребёнка словом. То же самое. Действия-то понятные все, они видны, они на виду. А слова и действия – это совсем скрыто. Вот это самое главное. «Их надо просто любить, чтобы они выросли в доброй семье, в доброй атмосфере, чтобы их любили. Тогда они не будут агрессивными». «Надо просто с ними язык находить, ласковый, сладкий, и учить хорошие слова, воспитывать правильно, и будет всё нормально. И пить меньше надо, курить не надо около детей». Мы продолжаем нашу новую рубрику «Мой Архангельск». В ней любой желающий может рассказать о своих любимых местах в городе. Вчера своими впечатлениями поделился известный журналист, заслуженный деятель культуры Владимир Лойтер. Сегодня в нашем эфире о таком месте в Архангельске расскажет Валерий Афанасьев, директор парусного центра «Норд». Долгие годы он занимается развитием парусного спорта на Севере. Если и вам есть чем поделиться, пишите нам на электронную почту городсобакапс29.ру Архангельск для меня – это, во-первых, родина и самое любимое место в всей стране, наверное. А точка в Архангельске – это парусный центра «Норд», где мы сейчас с вами находимся. Более 14 лет я уже каждое утро начинаю здесь работать на благо детей, на развитие парусного спорта, которым сам занимаюсь уже 56 лет. Мои занятия парусного спорта начались с одной фразы «Дяденька, прокатите на яхте». На меня так посмотрели, сказали, воду откачаешь, а яхта была большая, яхта класса «Тракон», ну, прокатим. Ну, я как старательный, значит, молодой человек, выкачал воду, откачал, все расслышал и в полной надежде, что меня прокатят, стал просить еще раз. Ну, мои надежды сбылись. И с той поры, вот, с 58-го года где-то, вот, даже, может быть, раньше несколько, у меня просто лето было расписано как. В 9 часов я уже был в Плумене, Логинова. Ну, вот тогда был наш единственный их клуб в городе. Тут раньше была биржа гортопа, если кто, ветераны помнят, куча бревен, такелажных тросов и скоп и всего прочего, ворохла, что называется. Ну, все это со временем, значит, ушло в прошлое, и вот сейчас это вот то, что мы имеем. И когда я пришел сюда вот на работу 14 лет назад, то, конечно, мне бросилось в глаза, что здесь очень много детей, и как-то вот на душу легло. И вся эта вот та любовь к парусному спорту, которая была у меня, допустим, у всех, кто занимается, придавала задачи ребятам для понимания такого прекрасного вида спорта, как парусный. Почему, собственно говоря, и силен парусный спорт, и за что я его люблю, всегда останется уверенность в своих силах. В любой ситуации. Потому что парусный спорт, он закаляет характер, заставляет преодолевать трудности. Я не знаю, как это сказать, это любовь или желание, или судьба жизненная, но вот все это сейчас проходит через всю мою жизнь. Парусный центр «Норд», где сейчас я работаю, исполняется 30 лет 21 июня. Это, так сказать, мое самое любимое место. Я на воду выхожу, но уже не в качестве гонщика, а в качестве судьи. Здесь провожу больше времени, чем даже в семейном кругу. Потому что не любить вот это место, этот уголок нельзя. В Архангельске подвели итоги конкурса «Кукол полицейский дядя Степа». Со всей области наберлось более полусотни работ. В какой город отправилась награда, смотрите в нашем сюжете. Вот они, дядя Степа сегодняшнего дня. Такими их видят воспитанники детских садов и школьники области. Есть тут и миниатюрный страж порядка, а есть и выполненный в натуральную величину двухметровый дядя Степа. При изготовлении кукол ребята использовали как деревянные материалы, так и пластилин, картон, пластик. И, конечно же, в каждую из работ вложили частичку души. Мне больше всего, конечно, по душе это, когда дети пытаются чувства какие-то выразить. Не просто сделать куклу, а вот именно чувства. Есть, значит, полицейский грустный, есть счастливый, есть романтик. Романтик и получил большинство симпатий членов жюри. Работа «Влюбленный полицейский» из Северодвинска стала победителем конкурса. На улице лето, а в культурном центре Соломбо-Арт поселилась зима. Точнее, один из главных зимних персонажей «Снеговик». Накануне к нему в гости пришли представители турагентств Архангельска. Зачем? Расскажем далее. О том, что Архангельск – родина Снеговика, известно далеко за пределами поморской столицы. Но вот то, что в нашем городе у него есть своя резиденция, для многих в новинку. Поиграть на сказочных барабанах, на скрипке и, конечно же, познакомиться с самим Снеговиком. Все это можно сделать здесь, в волшебном доме. А приоткрыв эту дверь, можно стать свидетелем и непосредственным участником «Чуда опытов». Сделать из кусочков мела осьминога или позвонить по видеосвязи сказочным персонажам, например, курочке рябе. Волшебный дом Снеговика – не просто место развлечений, но и настоящее мекка для туристов. Повысить его экскурсионную привлекательность – сегодня задача номер один. Мне кажется, не только для ребят из нашего города и области этот объект будет интересен, но и для туристов юных из других регионов. Наши юные туристы очень любят, когда им дается возможность что-то сделать своими руками, поучаствовать в интерактивной игре, поучаствовать в мастер-классах. Чтобы посещение дома было комфортным как для горожан, так и для гостей города, мэрия Архангельска этой весной провела масштабное обновление объекта. И мы очень надеемся, что этот бренд и что этот объект даст свои результаты. И мы добьемся того, что у нас будут туристы ездить не только в летний сезон, который и так высоко затребован, но также и в другое время года. Кстати, волшебный дом Снеговика ежедневно открыт для экскурсии. Вся информация по телефону 22 54 33. Савтра впервые в нашем городе пройдет плей-офф клубного чемпионата России по настольному теннису среди женских команд. Для любителей этой игры есть приятная новость. Телеканал ПС с 5 июня начнет прямые трансляции всех игр чемпионата. Подробности о предстоящих теннисных турнирах в материале Артемия Заварзина. Проведение в Архангельске соревнований столь высокого уровня стало возможным благодаря победе женской сборной клуба настольного тенниса «Родина» в четвертом туре чемпионата России. В рамках игр плей-офф наши спортсменки поборются за звание лучших с командами из Нижнего Новгорода, Таганрога и Тюмени. Соревновательной площадкой станет спорткомплекс «Норд-Арена». Комплектован игровой зал специальным освещением профессиональным, которое должно сказаться в том числе и на комфорте, и на качестве для спортсменов. А ведь еще несколько лет назад трудно было представить не только где, но и кому из архангельских теннисистов отстаивать звание лучших в стране. Сегодня, как отмечают эксперты, уровень поморских любителей малой ракетки заметно растет как у взрослых игроков, так и у юных спортсменов. Сейчас, я считаю, заложено основное. Есть базы, есть тренеры, есть идейный вдохновитель, есть министерство спорта Архангельской области. Все готово для создания регионального центра. Это уже как бы вершина айсберга, это спорт высших достижений. Копилку достижений архангельские спортсмены начнут пополнять уже завтра. Соперником Родины станет команда из Нижнего Новгорода. Финальные игры плей-офф клубного чемпионата России пройдут в воскресенье 8 июня. Артемий Заварзин, Руслан Симушин, Панорама Севера. Городской круглосуточный телеканал ПС в рубрике «Открытый город» продолжает прямые трансляции самых зрелищных и увлекательных событий из жизни Архангельска. 5 июня на сцену клуба «Колесо» выйдут ученики вокального класса «Студио Джи Экэнджел». Эти люди, преодолев все свои страхи и комплексы, готовы публично продемонстрировать приобретенные навыки и знания по эстрадному вокалу. Итоговый концерт архангельских молодых вокалистов смотрите в прямом эфире на телеканале ПС 5 июня в 19 часов. 5 по 8 июня только на телеканале ПС. Все игры – плей-офф клубного чемпионата России по настольному теннису премьер-лиги среди женских команд сезона 2013-2014. В чемпионате примут участие четыре сильнейшие команды из Нижнего Новгорода, Таганрога, Тюмени и Архангельска. Поддержать архангельскую команду можно будет на телеканале ПС и в интернете на портале «Правда Севера». Старт теннисного чемпионата 5 июня в 10 часов. На экране вы видите расписание прямых трансляций игр премьер-лиги. 7 июня в прямой трансляции на телеканале ПС мы будем выбирать первую красавицу Арктики 2014. 12 самых очаровательных студенток Софу им. Нил Моносова будут соревноваться за почетное право носить корону. Кроме того, в качестве гостей в конкурсе примут участие 30 красавиц из вузов Мурманска, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Таймыра и Республики Саха. Наблюдать за ходом Арктического фестиваля красоты можно будет 7 июня в 17 часов. Не пропустите! Только у нас. Город в прямом эфире. Далее в выпуске информация о курсе валют на завтра. По данным Центробанка, на 5 июня доллар США 35 рублей 14 копеек, евро 47 рублей 83 копейки. На сегодня это все. После выпуска новостей смотрите прогноз погоды на 5 июня. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии был Денис Куклин. До встречи! В четверг 5 июня в Котласе переменная облачность. Возможен дождь с грозой. Температура воздуха 21 градус тепла. В Мирном облачно с прояснениями. Временами дождь. Воздух прогреется до плюс 20. В Вельске малооблачно и 26 градусов тепла. В Новодвинске ясно, плюс 24. В Архангельске будет ясно. Температура воздуха утром плюс 16. Днем 23-25. Вечером 21-23 градуса тепла. Ярмарка распродажи Ивановского текстиля начала свою работу в выставочном зале Союза художников России. Вас ждут гарантированное качество и, конечно, очень низкие цены. Так, носки стоят всего 15 рублей. Подушка бамбук – 250 рублей. Постельное белье всего 350 рублей. Одеяло – 490 рублей. Постельное белье я выбрала. Здесь очень дешевое. Считается, что из Иваново лучше, качественное. Вот поэтому, вроде кажется, и дешевле. Поэтому мы и приехали сюда. Пришли сюда потому, что это качественная продукция, натуральная. И стоит гораздо дешевле, чем в этих всех перекупщиках магазинах. Приходите, люди, на выставку. Здесь все дешево, качественно и наше российское. Ярмарка распродажи Ивановского текстиля будет проходить до 6 июня. Включительно в выставочном зале Союза художников на проспекте советских космонавтов 178. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова